Хочу вас ознакомить с довольно любопытным материалом, который называется «Реактивный самолет своими руками. Два дебила – это сила». Имеется в виду с сарказмом, с юмором в положительном ключе. Автор – магистр Люди 11 ноября 2018 года. Настало время турбореактивных аппаратов для всех желающих. А это герои, которые построили и которые летают на этом чуде. Игорь со своим дружбаном в феврале засели за винишком и задумали построить планер легче 115 кг, чтобы хакнуть Росавиацию. Ставить электромоторы было не круто, поэтому они поставили турбореактивные движки. Потому что могут. Первый полет оранжевого демона. Здесь порядка минуты видео. Здесь вообще три видео, не более трех минут. И вот это полет. Очень оригинально. Зайдите, посмотрите. Ссылку на этот сайт Хабр, где порой бывают очень крутые материалы, я дам в описании под этим видео. 10 ноября 2018 года был совершен первый полет на самодельном планере весом до 115 кг. С турбореактивным приводом 2х30 кг Jetcat P300 Pro. Даже петлю Нестерова выполнили. «Я думал, что будет круто, но я не думал, что будет настолько непечатно, но есть синоним «хорошо». «Мы сделали это. Два дебила – это сила», – сказал Игорь, пилот-испытатель. Под капотом экспресс-фотоотчет. Очень хочется побыстрее поделиться новостью, поэтому не ругайте за видео с мобильника и прочие ляпы. Дисклеймер. Комментарии сугубо мои. Пилоты и техники разговаривали на непонятной суперпрофессиональной билиберде, которую я не разобрал. Меня уже отругали за изнасилованные термины и за самолет, который планер. И вот здесь летчик-испытатель Игорь говорит о том, что и в советское время не давали людям летать, и сейчас то же самое, и понапридумывали законов. Но они закон обошли, создав планер легче 115 килограмм, который ни под какие законы запретные не подпадает. И можно летать, если опять чиновники не подсуетятся, чтобы люди не летали. Игорь Волков. Легендарная личность среди пилотов. Главный конструктор. Характер жизнерадостный. Шапка круче, чем у Джейна из Светлячка. Сначала мы думали, кто коня привез на аэродром. Оказалось, это планеровозка. Бережно-бережно вытаскиваем его на свет. Транспортируем к месту старта. Игорь Волков дует в спидометр. Внутри видим высококачественный уголь, в кавычках, и уголок из Леруа. Дуть в спидометр захотели многие. Огненные сердца. Две JetCat P300 Pro. Турбины можно выдвигать и задвигать в кармашек. Защитная сетка не предусматривается. От птиц придется увихиваться, то есть уворачиваться. Конструктор аппарата смеется над теми, у кого нет своего турбо-реактивного самолета. Пульт FitAbo. Хотели привязать скотчем к ноге, потом все же синяя изолентой к приборной панели. Заправляем гибкий бак. 10 литров керосина, 0,5 литра масла. Заправочная станция... Не, не слышал. Тестируем тягу на земле. Держите меня, трое. Гармоничность форм притягивает взгляд. Планер не может не быть некрасивым. А видео рекомендую обязательно посмотреть. И первое, и второе, и третье. Торжественно отдирание пленки. Первый пилот и главный конструктор. Ну ладно, уговорили. Возьму парашют. Аккуратненько залазим. Кто из вас осмелится? Вроде поместился. Откуда крепление со скафандра? Да, я вроде уже привыкла, что делает мой муж. Да. А это фиговинка зачем? Я тебе тут мануал положил. Если что, читай. Видишь эту пимпочку? А это я вечно ношу огнетушители. Торжественная речь перед взлетом и привет чиновникам. Разбег. Какой-то лось прицепился к крылу. Разгон. Отрыв от земли. И вон он летит. Разворот. Разворот. Приземление. Безумству храбрых поем мы песню. Аплодисменты. Хочешь летать? Пожалуйста. Тренировка молодых. И второй взлет. Это третье видео. Посмотрите. Интересно. А это щенок Алабая. Об него грели руки. Потому что дубак был лютый. Выводняк. Каждый уважающий себя мужик должен иметь свой турбореактивный двигатель. По скриптум. Скоро будут хорошие видеоролики. В том числе с мертвой петлей. И подробное описание аппарата. Ну а я, вдохновленный турбореактивными летунами, продолжаю собирать свой реактивный ранец. Кто хочет записаться на тренировку в Москве и стать первыми россиянами, всего 10 мест, которые полетают на реактивном ранце, пишите тут. И даны ссылку. Письма писать сюда. Кстати, компания, она здесь указывается, заинтересовалась реактивным ранцем и помогает штурмовать облака. На этом все. Всего хорошего. Ссылку, повторюсь, на этот сайт Хабар и на эту статью я дам в описании. До свидания.